Дисклеймер. Все сказанное на YouTube-канале Гиперборей является личным мнением автора и ведущего Вадима Барейко, а также личным мнением приглашенных спикеров. Общий привет! До старых! С вами я, Вадим Барейко и канал Гиперборей. Продолжаем обсуждать интервью президента Тукаева газеты «Егемен Казахстан» вместе с политологом Димашем Альжановым. Сейчас начнем, а пока подпишитесь на телеграм-канал Альжанов, на аккаунты Димаша в Инстаграме и Фейсбуке. Не забывайте подписываться на канал Гиперборей. Жмите на колокольчик, всегда будете получать уведомления о каждом нашем новом выпуске. Ставьте лайки, пожалуйста. Пишите комментарии в больших количествах. Делайте репосты. Я всегда благодарю вас за поддержку канала. Кокоп Рахмет. Огромное всем спасибо! Мы с Баргемиз. Мы делаем Гиперборей вместе. Быстрее всего послать донат через QR-код в углу вашего монитора, а также на номер телефона и номера банковской карт Халык и Каспий Голд. Зарубежные подписчики нас поддерживают по системам международных переводов PayPal, Western Union и Золотая Корона. Все реквизиты, номера и ссылки вы найдете внизу в описании к этому ролику. А мы начинаем! Димаш, здравствуйте еще раз. Приветствую еще раз. Спасибо за приглашение. Тема такая про Путина и российские выборы. Цитата. Президент России Владимир Путин – это лидер, который своими словами и действиями, по сути, формирует глобальную повестку дня. С мнением России во всем мире считается, без участия этого государства ни одна мировая проблема не решается. И это факт. Поэтому президентские выборы в такой стране, как Россия, будут иметь большое международное значение и привлекут внимание большинства стран мира. В своей новой книге «Моя жизнь» Назарбаев посвятил Путину целую главу. И она тоже называется «Лидер». Димаш, вы можете сравнить комплименты Тукаева и Назарбаева в адрес российского президента? Вы знаете, если не исходить не из текста, а в целом из того, что на 30-м году независимости два президента Казахстана комплиментят российского президента, то отчасти идет отголоска о том, что у вас Досым Садпаем, да, говорил, отсутствие деколонизации создания. Но давайте детально разберем, почему это так. Смотрите, оба президента выстроили систему и действуют в рамках нее, не имея серьезной легитимности. То есть их власть держится больше на репрессиях, их власть держится на максимальном использовании своего положения. И это создает риск, слабую легитимность внутри Казахстана. Поэтому опора всегда также идет на внешних сильных партнеров. Если в случае с Назарбаевым он это делает непосредственно к Путину, то Тукаев и к Путину, и к Сизимпину. Чем отличается от Назарбаева в этом отношении? То есть у него как бы две корзины в отличие от одной. Второй момент. Россия теперь сильно влияет на внутренние процессы Казахстана. То есть не сильно влияет, мы видим это влияние. Если до января мы достаточно, скажем, не видели публичных или иных форм проявления того, как Россия может вмешиваться во внутрополитические отношения или процессы в Казахстане, то сейчас она это делает. И она является стороной, которой пытаются апеллировать как Назарбаев, так и Тукаев. И в этом значении они пытаются показать, что через них можно вести напрямую дела. И Тукаев, будучи в этом интервью, используя его так же, как возможность ответить и Назарбаеву, показывает, что как он относится, как он ставит Путина. Путину, в свою очередь, это необходимо и важно, поскольку изоляция, санкции, роль Путина, процессы, которые происходят в России, с убийством Пригожина, с беспорядком, который он натворил в собственной стране, это сейчас ему необходимо. Общественное признание в России и за пределами России. И Тукаев ему как бы предоставляет, то есть работает на имидж, на важную политическую составляющую образа Путина. Ну и третье, это непосредственно усиление своих позиций. Поскольку внутренняя легитимность, еще скажу, слаба, то она должна показать обществу, что Тукаев, принимаем, является первым лицом, через которого действуют сильные мира сего. Это, безусловно, Россия, и это, безусловно, Китай. Они в нем видят лидера Казахстана, они в нем видят главу государства, как он любит себя позиционировать. И вот это интервью, оно должно отражать все эти направления и помогать Тукаеву определять, как он относится к Путину, укрепить его взаимоотношения с ним, а также на местную аудиторию. Потому что завтра он будет непосредственно тем лицом, через встречу с Сизимпинем и Путиным, который будет показывать внутри Казахстана, где у него слабая легитимность, что он признанный лидер страны. Димаш, а в чем вы видите вмешательство России во внутренние дела Казахстана? Ну, безусловно, смотрите, сначала это было прямое военное вмешательство, потому что для России важно стабилизировать ситуацию в соседней стране. Для России, в принципе, Казахстан является одной из ключевых стран. С учетом границы, с учетом вопросов безопасности. И сейчас это взаимоотношение расширяется на много-много иных уровней, экономического, другого и так далее. И это армия, которая побывала здесь и стабилизировала ситуацию. И это также теперь Путин, который своим отношением определяет, как взаимодействуют элиты, какую внешнюю поддержку, патронаж они получают. Я думаю, что к этому добавьте непрямое влияние через информационное пространство, через поддержку русского языка и защиту аудитории, которая находится в информационном пространстве России. Поэтому это важно, чтобы каналы вещали на умы, на мнение людей, а эти люди понимали и говорили по-русски. То есть, видите, здесь очень-очень много интересов. Поэтому влияние России, вмешательство России при кризисных ситуациях будет проявляться как январь. В менее кризисных ситуациях, возможно, в будущем, не исключаю, что напрямую будут определенные политические фигуры, которые будут опираться также на кремы для прихода к власти. К примеру, вы можете взять Грузию, где есть пророссийские партии, Молдову, где есть пророссийские партии, Украина до войны, где были пророссийские партии. И если процесс пойдет в сторону электоральной демократии, когда сами выборы начнут играть роль в определении, кто приходит к власти, то, естественно, на этом поле должны будут появиться игроки публичные уже, которые двигают повестку России. Сейчас в этом нет просто необходимости, потому что процесс неэлекторальный. Вы напрямую взаимодействуете с тем, кто сконцентрировал всю власть в своих руках. Или вы на него можете влиять через других людей, которых вы назначаете, свои структуры, как ОДКБ и так далее. И определенно уже влияете и на климат, и на позиционирование этих персон в информационном пространстве. Я соблюду формальности и напомню, что президент ОКФ в этом интервью сказал, что он приглашал не Россию, а ОДКБ. И эту организацию в ту пору возглавляла Армения. И сейчас председательство переходит к Казахстану. А также задам вам риторический вопрос. Если мы беседуем с вами на русском языке, означает ли это автоматически, что мы являемся агентами влияния Кремля? Нет, нет, мы же говорим о защите пространства информационного. Понимаете, если идет национализация, сейчас я в этот термин не понимаете вот негативные коннотации национализма. Национализация процесса – это когда государство выравнивает все границы внутри себя, политические, информационные и так далее. Вот этого процесса надо препятствовать. Потому что если все становится на казахском языке в будущем, то это снижает способности ретранслировать свою повестку на соседнюю страну. Это снижает возможность использовать то или иное историческое наследие, которое у вас осталось после развала Советского Союза. Поэтому здесь, я думаю, это исключительно практическая задача. Почему русский язык инструментализирован и так широко используется Кремлем во взаимоотношениях со всеми постсоветскими странами. Но это так, отступление, чтобы просто характеризовать. Вы отметили, что в этом интервью было также про Китай. Пожалуй, это две главные страны, отношения Казахстана с которыми было в этом интервью уделено наибольшее внимание. И вот лейтмотив этого фрагмента про Поднебесную. В отношении Китая у нас не должно быть страхов, привнесенных извне или основанных на представлениях давно минувших дней. Сейчас Китай – это в высшей степени развитое государство, в том числе в сфере высоких технологий, и это признает весь мир. Золотое 30-летие сотрудничества между Китаем и Казахстаном так и пройдет под уговоры «Не бояться восточного соседа». Я думаю, да. Я думаю, это не последний раз, когда мы видим выступление Тукаева, которое будет как бы подстилать, смягчать все эти процессы. Если принять всерьез те соглашения, которые были достигнуты, и намерение Тукаева дать возможность Китаю строить инфраструктурный объект, создавать все эти транспортно-логистические хабы и задействовать свой потенциал, поскольку у Китая сектор строительства, он очень сильно встроен во внешнюю экспансию экономическую этого процесса единого пояса. И то, как Китай расширяется, с одной стороны, удовлетворяя потребности внутри страны строительных компаний этого сектора, который он раздул, и используя это для того, чтобы усилить свое присутствие в других странах, то по этой логике, естественно, этот процесс будет иметь какое-то общественное неприятие в Казахстане. Поэтому полагаю, что в последний раз Тукаев об этом говорит. Если же вернуться к самой проблеме страха, смотрите, общество бы меньше боялось, если бы оно верило, доверяло своему государству. Оно верило в институты, вместо национального правительства, в парламент. Оно бы знало, что какие-то сделки, которые не в пользу Казахстана, или которые касаются продажи земли, или отдачи в аренду на длительный срок без какой-либо, понятно, раскрытой информации, то оно бы не копило эти страхи, не множило бы их и не интерпретировало бы их в дурном свете. С другой стороны, понятно, рациональная сторона у заявления Тукаева есть. Это вторая экономика мира. Тукаева – это серьезная страна, с которой надо уметь строить взаимоотношения и преимущество этого взаимоотношения использовать. Но общество не доверяет Казахстану, когда оно говорит о страхах усиления Китая. Оно знает, что это государство, не способно бороться за национальные интересы, не способно отстаивать интересы права граждан в первую очередь. И, соответственно, на этом фоне в некоторой степени обоснованно пугается расширение Китая. Поэтому здесь мы видим то, что Тукаев подводит по ту политику, которую он готов проводить, по ту необходимость опоры на Китай, в отличие от Назарбаева. И вот почему он не зря же упоминает две страны в основном. Он не говорит о том, что мы будем расширять и усиливать отношения с Европейским Союзом. Нет, он четко понимает, что в этой географии есть два режима, которые очень близки к нему. В некоторой степени он их понимает, поддерживает и готов какие-то практики перенимать. Поэтому вот Китай и Россия будут получать максимально одобрительные комментарии со стороны Тукаева. Один из самых чувствительных моментов в этом интервью – это референдум о строительстве АЭС в Казахстане. Здесь в этой беседе Тукаев говорил примерно то же, что говорил он пять лет назад – 26 апреля и 10 июня 2019 года. Между тем, за минувший период Тукаев сначала активно топил за строительство АЭС, это было в 21-м году. В 22-м перестал, а в 23-м вспомнил про референдум. Люди активно получали заработную плату в ТОО – Казахские атомные электрические станции, которые возглавляет Тимур Жантийкин. Давным-давно создан консорциум подрядчиков по строительству АЭС в Казахстане, куда входят Росатом, а также южнокорейская, китайская и французская компании. Причем успели из этого консорциума нагнать сначала американский Дженел Электрик и уже успели вернуть. А вот сейчас, как будто всего этого и не было. И президент теперь говорит вот что. Впереди нас ждут широкие общественные слушания. Значит, слушаний в Булькине не хватило. Граждане должны рассмотреть и обсудить все аргументы экспертов «за» и «против», для того, чтобы в ходе свободного воли и изъявления принять взвешенное, продуманное решение. Это будет решение народа. Я верю, что народ у нас догадливый и примет именно то решение, которое Аккорде понадобится в данный конкретный момент времени, дата которого еще нам неизвестна. Димаш, я со своими спикерами не раз уже анализировал, почему Токаев вдруг спустя 4,5 года решил вспомнить о своем обещании провести референдум. Повторяться не буду. У меня вопрос к вам более, так сказать, общего плана. Почему авторитарные руководители никогда не откажутся от своих мантр про волеизъявления народа, в которые уже, честно говоря, положа руку на сердце, мало кто уже верит и органически не способны на откровенный разговор с обществом? Так оно же всегда работает. Смотрите, зачем ему откровенный разговор с обществом, если уже есть четкий план действия. Давайте посмотрим, что стоит на кону. Здесь два больших измерения, которые приносят ему большие дивиденды. Тем более, если это еще потом выйдет как под именем его заслуг. Во-первых, несмотря на все противоречия, это большой проект в истории страны, и он будет связан с его именем, если будет реализован в период его президентства. Второй момент – это заинтересованные стороны. То есть создав консорциум, он пытается закрепить разные интересы и снять противоречия. То есть и тем, и тем развесить через долевое участие в строительстве этой атомной электростанции. И, как вы видели, возможно, это и отражает определенный свой торг, который был не кулуарно проведен с участием и долей возможности американской стороны в этом. Ну и, естественно, главный – тот, кто двигает этот проект со стороны России. То есть Путин через Росатом. Поэтому здесь сходится очень много интересов. Если он эти интересы связывает и через референдум, снимая максимально противоречия и получая это народное одобрение через контролированный референдум, естественно, то для него это как бы позиция, которая… То есть самый максимально желаемый результат, который снимает вопросы и показывает его способность реализовывать внешние интересы с максимальным учетом всех рисков и обстоятельств и политического или общественного признания. То есть со стороны общества и разных других заинтересованных сторон. То есть его надо пытаться реализовать. Он знает, какой будет результат референдума. Этот референдум, то есть та риторика, которая шла от него, она как раз-таки, возможно, и отражает некий волн. Тогда, когда все заинтересованные стороны возвращались к этому вопросу, шел процесс урегулирования всех разных вопросов, сложностей. И вот Путин в последнем интервью говорит о том, что необходимо про атомную электростанцию что-то сказать. И вот сейчас мы видим продолжение всей этой истории. То есть вы можете примерно это увязать. И вот, когда он это все подготовил, все эти общественные формальные слушания и, естественно, референдум, это будет некой квинтэссенцией всего этого процесса, завершающей, и он начнет процесс реализации. Поэтому здесь это важная политическая составляющая, если вы говорите, почему они это не перестают делать. Так же, как они, почему они не перестают проводить фейковые выборы. Потому что власть дана должна быть кем-то. Одобрение тоже должно быть кем-то. Особенно, если это противоречивый вопрос. Вы контролируете референдум, вы знаете, что так же, как и новый президентский срок или изменения в Конституции, это также будет одобрено. Формальность решена. Никакого завтра аргумента у противников о том, что это нелегитимный процесс был, не возникнет. Не будет для этого формального повода. Далее есть определенные моменты, которые для меня возникает здесь серьезная проблема. С одной стороны, мы рационально понимаем, что энергетика Казахстана должна развиваться. И я как бы не закоренелый противник атомной электростанции, но позвольте мне так говорить. Это должно вкладываться в некую концепцию того, как Казахстан вообще будет развивать свою энергетику, и как он будет удовлетворять внутренние потребности. Когда мы видим, что принимаются решения, по крайней мере, они были озвучены, о том, что Россия строит теплоэлектростанции на севере страны, о том, что Россия подключает северную территорию Казахстана к газотранспортной системе России, а мы не развиваем свою внутреннюю инструктуру, чтобы удовлетворить внутренние потребности. Когда мы видим, что Росатом, Путин напрямую и Россия лоббируют строительство АЭС, насколько в этом отношении уместно говорить об обеспечении национальной безопасности в контексте энергетики? Я его поставил под сомнение. Эти высказывания только наоборот. Я считаю, что то, как сейчас развивается этот проект, он создаст наоборот, усилит и привяжет Казахстан не только близкими политическими связями, но и серьезными инфраструктурными проектами в энергетике. Поэтому здесь явный серьезный сигнал в сторону проблем с потерей определенной части суверенитета или расширением российского влияния на Казахстан в будущем. Другая сторона, обратно-таки, не проговариваются уже важные политические моменты, связанные с неудовлетворительностью общества, тем, как проводятся экономические и политические реформы, как реализуются права и свободы граждан. То есть эти вещи полностью уносятся в сторону. Я сейчас не буду вспоминать все причины, почему только я вдруг вспомнил про референдум. Скажу только, что сам проект в рамках 7-летнего срока, если он будет все-таки начать, он не успеет осуществить, потому что станция строится большая. Если будет дано предпочтение именно этому варианту большой станции, ну, 10, а у нас наверняка 15 лет. Осенью прошлого года, после убийства Салтанат Мукеновой и ее мужем, экс-министром национальной экономики Куандыком Бешимбаевым, люди бросились подписывать петицию против семейно-бытового насилия, которую Рахим Ушакбаев разместил на вполне официальной площадке ЕОТНЫШ, на портале ЕГОВ. Еще в феврале 21-го года. После того, как Тукаев дал поручение легализовать вот эти петиции. И тут петиция набрала быстро, довольно 150 тысяч подписей. Это беспрецедентное голосование. Столько ни одна петиция еще не набирала в Казахстане, ни на какой площадке. И тут вице-министр юстиции Алма Муканова вдруг объявляет ее нелегитимной и недействительной, поскольку она будто бы должна быть размещена на платформе официальной, которой еще нет в природе и которую обещают запустить только весной вот этого года. Потому что министерству не хватило двух лет, чтобы выполнить поручение Тукаева. А Рахиму Ушакбаеву тогда было достаточно пары дней. Этому абсурду мы посвятили специальный выпуск в декабре ушедшего года. И тут внезапно Тукаев вдруг заступился за подписантов. Я выступаю за укрепление принципа закон и порядок, поэтому хочу четко и однозначно заявить, поддерживаю ужесточение наказания за семейное бытовое насилие. Независимо от того, соответствует ли указанная петиция требования закона, представленное в ней мнение граждан, обязательно будет учтено. В этом сомнении быть не может. Димаш, у меня вопрос не про петицию. В этом интервью не было вопроса и, соответственно, не было ответа про приказ стрелять на поражение без предупреждения. В отличие от интервью Тукаева Вере Захарчук с Хабара в январе 22-го года, ни слова не было сказано про 238 жертв Кантара, в большинстве своем невинных. Это теперь как бы фигуры умолчания. Мы знаем, что весь 23-й год, как и предыдущий, шли процессы по Кантару, и мы видели, какие неравнозначные приговоры выносились участникам протестов и силовикам. Например, военный, застреливший четырехлетнюю Айкоркем Мельдихан, был оправдан. Как в контексте общего потворства полицейскому насилию нам рассматривать ужесточение наказания за семейно-бытовое насилие, за которое ратует президент? Ну, смотрите, здесь он достаточно же хитро поступает. Помните, в свое время из-за Кокжайла заступился? То есть он как бы берет то, что приковывает максимально общественное внимание, проблему, которая, скажем так, тревожит значительную часть общества, проблему, которая раскручена, где максимально возможно сорвать поддержку со стороны, скажем, недовольного общества. Если этот закон принимается, он формально отвечает запросу и малыми усилиями пытается привлечь на свою сторону внимание или положительную поддержку, точнее, скажем так, этой группы людей. Сам закон насилия – это недостаточная мера. Мы об этом много раз говорили, писали. Я пытался донести то, что сторонники и те, кто просят серьезных действий со стороны правительства, должны говорить не только о криминализации домашнего насилия, они должны говорить о реформе полиции, которая регистрирует эти дела, должна на них правильно откликаться. Предложение, по-моему, премьер-министра было сказано о том, что будут созданы женские отделения в полицейских участках. Это полная чепуха и чушь, конечно, подобная огородить. Сам полицейский участок должен быть сформирован, а не только отделение полиции по всей стране. Они должны быть обучены, они должны быть… Помните, мы с вами говорили, когда вся эта реформа МВД была, все это движение, мы разрабатывали эту концепцию, где объясняли, как полиция должна работать, чтобы она была первой институцией, первой организацией, которая отвечает на запрос общества, если происходит какое-то насилие и так далее. То есть, включая в том числе насилие бытовое. То есть, естественно, потом идет речь о судах, о регистрации этих заявлений, о том, чтобы насильник никак не мог вывести свое дело, если оно попадает в единый реестр регистрированных дел. То есть, и все эти элементы должны работать для того, чтобы реально была безопасность. Если вы только отдаете на откуп обществу формально закон, где говорится о криминализации домашних насилий, то так же, как и Конституция и другие законы, он не будет соблюдаться. И он это прекрасно понимает. Поэтому эта игра для него в легкую. Он увидел, администрация президента посчитала, что достаточно часть общества, не только в Алмате, но и по регионам, очень сильно озабочена этой темой. И он пытается здесь урвать максимальные политические дивиденды. То, что вы говорите, почему государство, может ли оно быть зачинщиком насилия и одновременно бороться с насилием дома? Конечно же, нет. То есть, насилие – это форма взаимодействия режима государства в Казахстане с обществом. По-другому он не может взаимодействовать. И причины здесь достаточно просты в объяснении. Если вы максимально используете власть, не пускайте никого, но при этом не хотите проводить какие-то реформы, а ее использовать в большей степени для усиления своих позиций, будь то в политике и экономике, то у вас появляются недовольные в обществе. И этих недовольных людей надо сдержать очень строго, чтобы они не могли размножаться, не могли собираться в организации, в партии, в движения, не могли ходить на митинги и так далее. А если у них это получается, как в январе 2022, то вы должны применить чуть-чуть больше насилия, чтобы показать, что мы вообще-то с вами все эти годы возились, а можем это и пожестче. А если вы еще не понимаете, можем вас посадить за слова, за что угодно. И вот в этом отношении этот модус взаимодействия, он не изменен, потому что он встроен, вшит вот в эту идею контроля власти и использования, и недопуска этой власти. Поэтому будет ли по-другому? Нет, конечно, не будет. Полиция не может стать другой, потому что она перестанет исполнять главные функции применения насилия. А если полиция станет другой через вот эту борьбу с домашним насилием, то это будет иметь и политические последствия. И в этом отношении Токаев тоже понимает, и его советники, поэтому они идут на опережение. Пока общество не сообразило, что надо менять, криминализовать не только домашнее насилие, но и менять все эти органы, причастные к расследованию, к наказанию, к судебной системе, то можно отделаться и перехватить инициативу этими малыми действиями. Вот как бы вот суть всех этих действий. Суммируя, вот задам такой вопрос. Возможно ли, допустим, отсутствие абьюза семье в целом в Казахстане при его присутствии абьюза со стороны государства к любому гражданину, с которым он может сделать все, что угодно? Причем не просто государство, а любой полицейский. Конечно, пока нет правового государства, давайте обобщу, да, пока нет правового государства, насилие на уровне государства, на уровне семьи, улицы, везде будет присутствовать. Поскольку нет закона, который реализуется, нет органов, которые заботятся о законе, и нет независимого суда, который обеспечивает гарантию этих законов, насилие в той или иной форме, в пропорциях, всегда будет. Будет когда-то увеличиваться, когда к этому способствует ситуация, будет немного уменьшаться, но оно всегда будет. Последняя цитата из Тукаева, которая мне доставила. Администрация президента больше не занимается детальной опекой правительства. Теперь администрация выступает как политический штаб, не вмешивающийся в работу исполнительной власти в режиме ручного управления, дублировавшиеся ранее функции, переданы правительству. Прерогатива принятия отраслевых решений также перешла на уровень правительства и профильных органов. Повысилась бюджетная самостоятельность регионов. Правительство просило предоставить ему самостоятельность и дополнительные полномочия. Оно их получило. Судя по провалам в экономике, возьмем хотя бы энергетику или водные ресурсы, ЧАЭС с засухой прошлого года, правительство действительно получило неограниченную свободу. У меня вопрос. А если АП ушла от детальной опеки, кто теперь будет это правительство контролировать? Парламент у нас не в той весовой категории, чтобы влиять на деятельность Кабмина. Наоборот, он регулярно получает из правительства законопроекты, чаще гораздо нежели генерирует их сам. Правда, есть высшая палата аудиторов, которая регулярно нам демонстрирует картину маслом, что там происходит с освоением средств, с бюджетом и так далее. Но ведомство Натальи Годуновой ограничивается констатацией фактов, поскольку у этой палаты нету полномочий и она, увы, не является силовым органом. Общество здесь вообще не при делах и еле успевает разгребать и расплачивается за результаты вот этой свободы деятельности правительства. Димаш, как в системе, которая заточена вся под вертикальное ручное управление и где нет сдержек и противовесов, можно полагаться на де-факто бесконтрольную самостоятельность исполнительной власти. А там, глядишь, завтра и силовые органы захотят вот добавительных полномочий и свободы действий. Нет, здесь не стоит воспринимать слова Тукаева слишком серьезно. Помните, там есть отрывок в интервью, где он говорит, что невооруженным взглядом было, что политическая жизнь в застой, то ли политическая система дисфункциональна была. Но в тот же момент он же проводил свои пакеты реформ, которые вместе со своим советником Карем всячески пытался демонстрировать, как это серьезное движение в сторону модернизации и повышение эффективности системы. Здесь то же самое, это топтание на пустом месте. Даже если они формально выбирают дублирующие функции администрации президента над министерством, министерство все равно остается подотчетным президентом. И вот все те же встречи, где они докладывают президенту, реализуют его политику, эта проблема остается. То есть исполнительная власть, она не автономна, она не базируется на мандате, который дает, как вы верно сказали, парламент. В парламенте нет разных политических сил, которые договаривают или формируют этот кабинет министров. И естественно, президент напрямую определяет, будет ли существовать этот кабинет или нет. Поэтому в этой ситуации возможно, если министерство не будет писать запросы в администрацию президента по отдельным вопросам, это не значит, что оно станет эффективным. Просто администрация президента разгружается по некоторым делам, вопросам и передает принятие внутренних решений исполнительной власти полностью. Это не меняет проблему зависимости этой исполнительной власти и ее импотенции, неспособности принимать смелые решения и иметь полную прерогативу в вопросах экономики. То есть наша политическая система не станет французской системой, где президент в основном занимается внешней политикой и безопасностью и по ключевым каким-то вопросам взаимодействует с премьер-министром, у которого прерогатива по внутренней политике. То есть этой системы не будет, потому что она базируется и держится на парламенте независимых. И вот это просто так сказать то же самое вы можете сравнить с референдумом по конституции. Конституция по сути осталась тот же. Какие-то ограничения, вернее дублирующие предохранители сняли, что президент не может отменять решение Акима, но решение Акима может отменять прокурор, которого назначает президент. И оно особо сильно не влияет на взаимодействие между этими уровнями. Когда говорят о бюджетной фискальной автономии, это тоже лукавство. То есть фискальная автономия она все равно должна базироваться. Вы ее можете передать часть сбор налогов, но вы не можете полностью передать определение ставок. То есть там очень большой процесс, который должен базироваться на местном самоуправлении и легитимных автономных институтах власти местного правительства. Этого тоже нет. Поэтому все эти вещи возможно даже если формально они отражают рекомендации ОСР и так далее и в какой-то степени должны показать некую попытку модернизировать или улучшить действующую систему, она на выхлопе все равно не даст результата, потому что президент формально и неформально может влиять на все. То есть он как бы министерство под ним остается в части его вертикали, как вы совершенно верно заметили. Поэтому здесь не стоит ждать серьезных изменений. То есть эти изменения по сути ни о чем на самом деле. Димаш, президент нас не часто балует такими большими интервью. После Кантара по-моему это второе. Поэтому мы с вами осветили далеко не все темы. Что еще привлекло ваше внимание и я попрошу дать финальную оценку вообще всей этой беседии. Вы знаете сама идея взаимодействовать она всегда хорошо. То есть я даже в рафтах авторитарной системы к этому отношусь положительно. Проблема в чем возникает? Это ведь не взаимодействие с открытой публикой журналистами независимыми журналистами журналистами которые действительно ведут свою деятельность профессионально и доносят не только перечисляют вернее повторяют слова сказанные то есть сегодня особенно посмотрите интернет в основном даются обрывки цитат но не даются толкования это мне кажется немножко такой односторонний не совсем серьезный подход со стороны журналистов вот он Токаев максимально использует эту возможность чтобы в осторонном порядке выговорить какие-то вещи но не взаимодействовать не получать неожиданных вопросов не быть ближе к обществу через журналистов для того чтобы показать я могу по-другому говорить с обществом да я авторитарный президент у меня совершенно схожие с Назарбаевым взгляды но я по-другому могу себя вести и вот это интервью не позиционирует его как человека способного по-другому взаимодействовать где нет заранее обговоренных вопросов где нет заранее написанного текста который выдается исключительно подчеркивая себя и свою позицию с выгодной стороны то есть это как бы показывает отсутствие политической смелости способности напрямую взаимодействовать с обществом через вот журналистов ну что ж будем ждать других форматов общения Тукаева с обществом через журналистов мы еще не видели пресс-конференции его и тем более прямых линий которыми славен его российский пример для подражания спасибо вам за такой интересный анализ Димаш я думаю в этом сезоне 2024 мы еще не раз с вами увидимся спасибо за приглашение был рад подписывайтесь на телеграм-канал Альжанов и аккаунты Димаша в инстаграме и фейсбуке ссылки оставлю в описании к этому ролику внизу подписывайтесь на канал гиперболей кто еще почему-то этого не сделал нажимайте на колокольчик всегда будете получать уведомления о каждом нашем новом выпуске ставьте лайки пишите комменты размещайте ссылки на это видео в своих социальных сетях чатах мессенджера группах и пабликах и всегда в конце каждого выпуска я благодарю вас за поддержку канала Ковку Рахмет огромное всем спасибо мы делаем гиперболеи вместе проще всего послать донат через QR-код в углу вашего монитора а также на номер телефона на номер банковский карт Халык и Каспий Голд зарубежные подписчики могут нас поддержать по системам международных переводов PayPal Western Union и Золотая Корона все ссылки номера реквизиты внизу в описании к этому ролику Ну а я с вами на этом ненадолго прощаюсь Сау Болвен Здар А ну давай давай скорей оцени новый выпуск на гипербореи Грей 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 гипербореи грей 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 Это супер гей гэ гей гей дюй и